Каждый год в середине марта в Японии начинается настоящее волшебство. Цветение сакуры – одна из главных достопримечательностей страны восходящего солнца. Ежегодно миллионы туристов приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть, как расцветают эти деревья. Период цветения сакуры называют ханами, что означает «любование цветами». Эта традиция появилась при императорском дворе, а потом распространилась на всю страну. В ней японцы видели глубокий смысл – красота и быстрое увядание цветов сравнивалось с жизнью человека. Сеть покорил новый флешмоб под названием «Треугольный танец». Пользователи со всего мира объединяются в тройки и пытаются повторить простые, на первый взгляд, движения. Поколение искусственного интеллекта уже среди нас. Компания NVIDIA показала разработку, а именно нейросеть Gaugan, которая позволит превратить схематическое изображение, подобное тем, что рисуют дети в Paint, в реалистичные картинки. С его помощью любой станет художником. Камеры японских и американских спутников зафиксировали момент взрыва метеорита над Камчаткой. Это произошло еще в декабре 2018 года, однако видео стало доступно только на днях. Подобные события, по оценке астрономов, происходят 2-3 раза за столетие. Как заявили в НАСА, мощность взрыва космического тела составила 40% от мощности взрыва Челябинского метеорита в 2013 году. Она достигала 173 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ученые подсчитали, что во время взрыва образовалось в 10 раз больше энергии, чем после детонации атомной бомбы, которая уничтожила Хиросиму в 1945 году. Баскетболист Майкл Скотт показал, что из любой ситуации можно выйти победителем. Во время матча между командами Милуоки Бакс и Филадельфия Сикерс, спортсмен вылетел на трибуну и отхлебнул напиток прямо из стакана болельщицы. Зрители просто не перестают восхищаться грациозностью спортсмена и добавляют, что, кажется, разгадали секрет победы команды в матче. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok